Ближний и Средний Восток Президентско-парламентская республика, парламентско-президентская республика или же сверхпрезидентская республика. На практике это означает, что в первом случае мы имеем дело со страной, в которой президентская власть имеет чрезвычайно большие полномочия, а остальные политические институты служат лишь ее обрамлением. Сирию сложно однозначно отнести к президентской или парламентской республике. Скорее режим подходит под определение президентско-парламентской республики. Хафиз Асад, отец нынешнего президента Сирии Башара Асада, создал сильное с точки зрения внутренней безопасности и централизованное государство, авторитарную систему правления. Механизм власти в Сирийско-арабской республике предусматривал сильное президентское правление с преимущественной опорой на армию и спецслужбы при сохранении законодательного режима чрезвычайного положения, установленного с начала 1960-х годов. Однако Сирию нельзя было назвать тоталитарным государством, так как власть не управляла обществом исключительно на основе идеологии. Контроль президента над системой частично обеспечивался за счет использования патронажной общественно-политической сети, базирующейся на семейных, племенных, конфессиональных и земляческих связях. Концентрация сверхвластия в руках президента привела к тому, что Хафиз Асад и его сын не могли быть смещены конституционным путем до тех пор, пока сами бы этого не пожелали. При Хафизе Асаде в Сирии действовала так называемая двухуровневая система организации власти. Это прежде всего правительство, ряд контролируемых государством институтов, а именно администрация президента, парламент, народный совет, совет министров, а также партия арабского социалистического возрождения. Правящая партия базировалась на властной иерархии и собственных органах управления. В стране также действовали общественные и профессиональные организации, профсоюзы, ассоциации крестьян, ремесленников, лиц свободных профессий, студенческие союзы, женские организации. Эти институты выполняли функцию социализации и мобилизации, а также легитимизировали режим. Параллельно этой структуре действовал реальный механизм власти. Это высшее руководство спецслужб Ярные. От них зависели стабильность и будущее режима. Военные занимали ключевые позиции в правящей иерархии, хотя их властные полномочия могли быть не прописаны в Конституции. Но они обладали огромным политическим влиянием и силой. Они являлись скрепами правящей элиты. Новая Конституция Сирии была одобрена народом на референдуме в разгар гражданской войны в феврале 2012 года. В новом основном законе отсутствуют любые упоминания об асизме. Президент по-прежнему избирается на 7-летний срок, однако теперь может находиться в должности не более двух сроков подряд. Новые положения, предусматривающие повышение возраста кандидата в президенты с 34 до 40 лет и требование быть женатым на гражданке Сирии и проживать в Сирии не менее 10 лет, были нацелены на всех возможных кандидатов из оппозиции, проживающих за рубежом. Кандидат на пост президента отныне может быть выдвинут 25% состава парламента. При этом выборы не могут проводиться до тех пор, пока не будет выдвинуто два или более кандидатов на этот пост. Удалены все статьи, в той или иной степени относившиеся к социалистическому государству. Вместо социализма основной упор в Конституции теперь сделан на концепции прав человека. Фиксируя многопартийную систему, Конституция вводит запрет на деятельность партий, базирующихся на религиозной или этнической основе. Конституция по-прежнему предоставляет президенту значительные полномочия. Президент имеет право назначать премьер-министра и министров и освобождать их от занимаемой должности. Может созвать заседание кабинета министров под своим председательством и потребовать отчета от министров, которые несут ответственность перед главой государства. Президент не может быть привлечен к ответственности за действия, непосредственно вытекающие из его полномочия, за исключением случаев обвинения в государственной измене. Президент назначает судей Верховного Конституционного Суда, которые приносят перед ним присягу. Возглавляет Высший Судебный Совет и совместно с ним гарантирует независимость судебной власти. Обладает правом законодательной инициативы осуществлять законодательную власть в период между сессиями Народного Совета. Президент может выносить на всенародный референдум наиболее важные вопросы, связанные с высшими государственными интересами. Законы, вынесенные президентом на всеобщий референдум, не подлежат рассмотрению Верховному Конституционному Суде. Власть в Сирии до сих пор держится на таких опорах, как Оловицкая община и семейный клан Асадов, правящая партия БААС, армия и спецслужбы, государственный бюрократический аппарат и новая национальная буржуазия. Ведь в 1980-90-х годах произошла внутренняя консолидация политической системы Сирии не столько партийно-политическими, сколько этноконфессиональными узами, факторами личной лояльности президенту. Свержение президента, уничтожение этих звеньев приведет к разрушению сложившегося баланса сложнейшего многоконфессионального социума, который по законам Востока в условиях отсутствия сильной государственной власти будет ввергнут в пучину взаимного истребления. Египет, как ключевая страна арабского мира, достаточно рано подвергся процессам модернизации и глобализации. При Гамале Нассере в 1960-е годы Египет связывал модернизацию с утверждением своей центральной роли в регионе. Вторая половина 60-х годов была временем культурного подъема, широкого распространения в народе просвещения и культуры. В 1970-е годы при Садате в Египте резко выросли исламистские настроения, увеличилось число различных исламских обществ. Сам Садат фактически это поощрял и объявил шариат по Конституции 1971 года одним из главных источников законодательства. В конечном счете Садат пал жертвой покушения, организованного членами одной из таких многочисленных исламистских организаций, действовавших в армейской среде. Сменивший Садата в 1980 году президент Хосни Мубарек проводил более взвешенную политику. Египет – парламентско-президентская республика, так как парламент играет заметную роль в механизме власти, определяемым президентом. Созданная еще при президенте Египте, Египта Мубареке, партийная система лишь формально являлась многопартийной. Реальная власть находилась в руках пропрезидентской, правящей национально-демократической партии. Хотя в начале 21 века создается ряд новых оппозиционных партий и движений светского характера. Наиболее заметные среди них – партия Альгат, то есть «Завтра», и общественное движение Кефая «Хватит». Они резко критиковали политику властей. Однако осенью 2005 года в Египте впервые были проведены альтернативные выборы президента, которые, тем не менее, показали формальность межпартийной борьбы. Выборы 2005 года подтвердили формальность межпартийной конкуренции. Дрей в сторону авторитаризма был обусловлен отсрочкой на неопределенный срок муниципальных выборов, арестами оппозиционеров, усилением контроля властей и решений судов. Мубарек так и не сдержал свое обещание изменить 76-ю статью Конституции, определяющую порядок смены власти в стране. Партия власти доминировала в парламенте. Формирование правительства не происходило без участия президента. В связи с этим высшие государственные институты власти были фасадными, обеспечивающими продвижение политического курса администрации президента. О разделении властей в этой стране говорить не приходится. Институт президента играет основную роль в системе государственной власти. В феврале 2011 года к власти пришло временное военное правительство, консервативное крыло генералитета. Опираясь на военную и экономическую помощь США, поддерживающую стабильность в стране, отчетливо проявился крен новой египетской власти в сторону радикального исламизма. Слабость центральной власти привела к дестабилизации на Синае, в том числе на границе с Израилем. Ситуация была на грани вооруженного столкновения с Израилем в случае денонсации Кемдевицкого мирного договора египетским парламентом. Но вероятность войны Египта с Израилем была низка, так как было понимание того, что в случае конфликта египетская армия будет уничтожена на Синае. Еще одной нависающей над Египтом проблемой является территориальный спор с Суданом из-за пограничного треугольника Халаеб. Внутри страны активная исламистская пропаганда в армии и агрессивные требования введения в Египте шариата угрожали реализации альянса армии исламистов. Отметим, что в стране помимо радикальных исламистов действовали радикалы всех типов, в том числе нацистская партия. Таким образом, активность аль-Каиды, прекращение работы контртеррористических структур под руководством бывшего вице-президента генерала Амара Сулейман, десятки тысяч уголовников и террористов, отпущенных из египетских тюрем на свободу как борцов с режимом, попытки исламистов захватить порты, в том числе Эль-Ариш, все это угрожало стране. Мохаммед Мурси на волне арабской весны претендовал на ведущую роль в регионе. К слову, одна из целей братьев-мусульман, представителем которой он являлся, звучит так. «Да наступит день, когда мы будем владеть миром». Поездка в Китай в августе 2012 года была первым внешнеполитическим шагом Мурси с определенной смысловой нагрузкой. Мурси также совершил первый государственный визит на высшем уровне в Иран за последние 30 лет. Позиция по гражданской войне в Сирии заключалась в том, что Асад должен уйти. Администрация Мурси разрабатывала план исламского квартета в числе Саудовской Аравии, Турции, Египта и Ирана с целью создания единого исламского фронта для разрешения сирийского кризиса. Изменение курса египетской внешней политики под руководством Мохаммеда Мурси потребовало от США освободить слепого шейха Амара Абдель Рахмана, который в свое время путем фетвы призывал к убийству президента Садата. Дело в том, что в США он отбывал пожизненное заключение за участие в покушении на международный торговый центр в Нью-Йорке в 1993 году. Лидер Аль-Каиды Осама бен Ладен, ссылаясь на фетву Абдель Рахмана, оправдывал теракты 11 сентября 2001 года. Мурси также прикладывал усилия убедить Иран отказаться от Сирии. Необходимо отметить, что локомотивом внешнеполитической деятельности Мурси являлось плачевное экономическое положение Египта. В сентябре 2012 года государственный долг Египта превысил сумму в 176 миллиардов евро. Несмотря на то, что идеологически братья-мусульмане имеют проблему с кредитами, так как уплата процентов не исламское поведение, они тем не менее смогли воспользоваться кредитом Международного валютного фонда в размере 4,8 миллиарда долларов США. Сразу после прихода Мурси к власти Саудовская Аравия обещала помочь. В течение пяти лет Катар обязывался провести инвестиции в стране, а также Турция собиралась пожертвовать 2 миллиарда долларов США. По всей видимости, Иран предлагал содействие при разработке ядерной программы Египта. Внутри Египта в годовщину президентства Мурси широкомасштабные антиправительственные выступления привели к его отставке, аресту и к началу столкновения радикальных мусульман с демократически настроенными гражданами страны. Происходило это на фоне острого экономического кризиса. Все предвыборные обещания были забыты. Одновременно закрываются независимые телеканалы, печатные издания, сокращается количество иностранных туристов, останавливаются заводы и фабрики. На Синайском полуострове группировки радикального ислама совершают нападения на военные блокпосты. Со стороны границы с Ливией был организован контрабандный поток оружия. Катар, вложивший в поддержку исламистов в процессе свержения Хосни Мубарака, потребовал отдать ему зону Суэцкого канала в аренду. Если Египет жил без парламента с 2012 года, когда суд распустил палату, то в июле 2013 года в стране не стало и президентом. Мохаммед Мусри был свергнут армейским руководством во главе с Абделем Фаттахом Ассиси, после чего военные объявили о дорожной карте восстановления демократической власти. В январе 2014 года была принята новая конституция. В мае того же года состоялись президентские выборы, на которых победил Ассиси. Осенью 2015 года в стране прошли парламентские выборы, легитимизировавшие режим Ассиси, вынужденного жестко пресекать возможность реванша исламистов. Победил избирательный блок с любовью к Египту, куда вошла старейшая либеральная партия Алювафт и партия свободных египтян, а также объединение Республиканский союз. Блок, поддерживающий президента страны, занял все 120 мест Палаты представителей, предназначенных для депутатов, баллотирующихся по партийным спискам. Некоторые политические силы в Египте негативно относились к выборам независимых кандидатов, рассматривая это как возврат к эпохе Мубарака, который таким образом использовал предоставленную ему возможность провести в парламент своих единомышленников. В осенних выборах участвовали также коалиция за любовь Египта, которая поддерживает Ассиси и включает политиков времен Хосни Мубарака. На парламентских выборах единственная исламская партия Ан-Нур представляла не только интересы мусульман, но и христиан-коптов, которых с недавнего времени разрешили принимать в свои члены. Что касается запрещенных братьев-мусульман и прочих религиозных организаций, то у них была одна возможность пройти в парламент путем избрания в качестве независимых кандидатов. Низкая явка избирателей на последних парламентских выборах чревата была тем, что у парламента не будет реального политического веса в будущем. Спасибо за внимание. В следующей последней лекции, посвященной Ближнему и Среднему Востоку, мы поговорим об арабской весне, политических процессах в Ираке и террористической группировке ДАИШ.